Уважаемые друзья, я рад приветствовать вас в нашем посольстве на уже ставшей традиционной пресс-конференции по итогам года. Я рассматриваю это как хорошую возможность для того, чтобы подвести итоги, дать какие-то оценки, ну и поделиться планами, надеждами на будущее. Я должен сказать, что я пришел на пресс-конференцию с очень хорошим позитивным настроем, поскольку год завершается в том, что касается наших отношений, безусловно, на хорошей позитивной ноте. Более того, можно сказать, что этот год ознаменовался, если не с прецедентом, то, во всяком случае, очень интенсивным развитием наших отношений в различных сферах, прежде всего, по линии политического диалога. Не буду вас нагружать цифрами, их можно везде найти, просто такой небольшой перечень. Я Армению в этом году посетил президент Российской Федерации, премьер-министр, министр обороны иностранных дел, внутренних дел, секретарь Совета Безопасности Российской Федерации, председатель Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Это, конечно, говорит о том, что нам есть что обсуждать, у нас отношения развиваются в самых разных сферах, нас объединяют очень серьезные общие интересы, ну и самое главное, это отражает наличие политической воли с обеих сторон, к тому, чтобы сохранять и повышать качество и уровень наших отношений, наших союзнических отношений. Фактором, который работал на укреплении наших отношений, было наше взаимодействие в общих интеграционных форматах Евразийском экономическом союзе, организации договора коллективной безопасности, сотрудничества независимых государств. Должен сказать, что в России высоко оценивают итоги председательства Республики Армения в Евразийском экономическом сообществе. Они отражают заинтересованный и ответственный подход армянского руководства к развитию интеграции, повышению эффективности, отдаче интеграционных форматов для стран-участниц. Серьезные шаги были предприняты для повышения международного престижа Евразес, развития и дальнейшего развития его международных связей. Мы все хорошо помним, что происходило на состоявшемся 1 октября в Ереване заседании Высшего Евразийского экономического совета. Останавливаться на этом не буду. Аналогичный подход Республика Армения демонстрировала в рамках организации договора коллективной безопасности. Думаю, что полезна была и готовность армянского руководства откровенно ставить проблемные вопросы в рамках ОДКБ. Именно их обсуждение. Это путь к тому, чтобы качество и эффективность ОДКБ как организации коллективной безопасности повышалась. Я думаю, что достижению этой цели будет способствовать и начавшееся председательство России в этой организации. Должен сказать, продолжая тему нашего политического взаимодействия, что мы очень высоко ценим то взаимодействие, которое наши страны осуществляют на различных международных площадках, будь то глобальных, таких как Организации Объединенных Наций, региональных, ОСЕ, Совет Европы. Итоги голосования по принципиальным для нас вопросам свидетельствуют о том, что Республика Армения остается нашим ключевым, надежным партнером, на которого мы можем положиться в самых трудных ситуациях. Должен сказать, что этот фактор, конечно, безусловно, работает на то, что является ключевым в отношениях между странами – это взаимное доверие. И в целом имеются, на мой взгляд, весьма благоприятные предпосылки для развития, углубления нашего диалога, взаимодействия по внешнеполитической тематике. Этому способствует и линия подменения на интенсификацию своей внешнеполитической и дипломатической активности, усиление роли страны в различных международных и региональных раскладах. Мы приведу всем известный пример успешной деятельности армянского гуманитарного контингента в Сирии в тесном взаимодействии с российскими коллегами. Продолжение этого взаимодействия, углубление взаимодействия – это очень важный шаг, важное направление дальнейшего задействования всего потенциала наших союзнических отношений в интересах как наших стран, так и в интересах мира и стабильности в регионе и в мире в целом. По-прежнему, одним из ключевых направлений наших отношений было тесное взаимодействие, союзническое взаимодействие в сфере безопасности. Это в прошедшем году наше общество в этой области в полной мере появилось себя как ключевой фактор укрепления безопасности Республики Армянской, Российской Федерации, поддержание мира стабильности в регионе. Действовала 102-я российская военная база, причем были предприняты шаги для того, чтобы эффективность боевой подготовки на базе повышалась. Здесь достигнуты серьезные результаты. есть планы вдвое повысить боевой потенциал базы, причем без увеличения ее численности. Есть также планы осуществить ближайшие серьезные шаги по развитию совершенствования инфраструктуры базы, в том числе социальной инфраструктуры. Здесь я бы хотел один момент принципиально отметить, что соответствующие работы будут производиться в том числе и с привлечением армянских подрядчиков. Это новые рабочие места, новые денежные наливания. Так что еще одно из проявлений того, что база российская, она оказывает ее деятельность, оказывает реальное содействие в социальной сфере. Ну и, конечно, успешно развивалось военно-техническое сотрудничество между нашими странами, и то, что было сделано в полной мере отражает роль, очень большую роль по военно-техническому сотрудничеству, укреплению безопасности армии и повышению ее обороноспособности. Здесь же я хочу и отметить вот такое важное направление наших усилий, как содействие Нагорно-Карабахскому регулированию. Это было и остается одним из реалитетов российской внешней политики, находящимся под плотным контролем высшего руководства страны. Россия является посредником, добивающимся того, чтобы конфликт решался политиками, политическими и мирными методами, на основе приемлемых для сторон развязок. Будем действовать таким образом и дальше, как в рамках Минской группы ОБСЕ, так и в своем национальном качестве. Армения остается объектом стратегических инвестиций со стороны Российской Федерации. Об этом свидетельствует деятельность здесь многочисленных компаний, связанных с российским государством или с российским капиталом, ну и таких крупных компаний, играющих в огромной инфраструктуре страны в ее социально-экономической жизни, как Южно-Кавказская железная дорога, «Газпром» Армения, «Росатом», при содействии которого осуществляется модернизация и продвижение ресурса Митцаморской атомной электростанции. Должен сказать, что и государство российское, и российский бизнес внимательно очень следят за тем, что происходит здесь, в Армении, за теми изменениями и реформами, которые предпринимаются руководством страны, за теми стратегиями, которые разрабатываются в экономической, социальной, в гуманитарной и иных сферах. Разумеется, выбор партнеров в этих вопросах, в том числе и внешних партнеров, внешних консультантов – это суверенное дело самой Армении. Но для нас очень важно, чтобы те изменения, которые происходят внутри страны, в тех сферах, которые напрямую затрагивают наши тесные отношения, не создавали опасный разрыв между тем, что делается, и тем, что происходит в наших отношениях. Разумеется, эти отношения должны адаптироваться к меняющемуся миру, к меняющемуся реалиям. Но это процесс, особенно если речь идет о союзниках, который должен предполагать бережный подход к отношениям, учет интересов друг друга, ну и, разумеется, неугонное соблюдение принципов суверенного равенства государства. В этом плане еще очень важно, чтобы учитывался фактор членства Армении, нашего общего членства в интеграционных объединениях. Это понятно. Естественно, есть нормы, под которыми мы подписали в том же Евразийском экономическом сообществе в организации договора о коллективной безопасности. И большую роль в этом резонансе играет, в том числе и в взаимодействии по линии законодательства, по линии парламентов. Должен сказать, что в этом году связок с Атланинской линией развивались очень успешно. Это очень позитивно, с учетом того, что состав национального сообщества очень сильно обновился. Пришли новые люди, молодые. И, в общем-то, конечно, задавали себе вопрос, как будут осуществляться, как удастся ли сохранить преемственность в наших до сих пор очень тесных, позитивных межпарламентских связях. Я должен сказать, что эту задачу удалось решить. Это очень важно. В этом году состоялось два заседания межпарламентской комиссии по сотрудничеству в Москве, второго в Генри, который прошел на очень позитивной ноте, установлен очень хороший, позитивный, конструктивный контакт между сопоиздателями этой комиссии. Продолжена практика совместных заседаний комитетов и постоянных комиссий парламента. В частности, состоялось два совместных заседания комитетов по международным делам Совета Федерации и соответствующие профильные постоянные комиссии национального собрания. Также совместные совместные заседания, постоянные комиссии по вопросам интеграции, региональной интеграции национального собрания и комитета по делам СНГ и соотечественного Государственного Думы. И есть основания полагать, что эта практика не только будет продолжаться, но и будет развиваться. Так что здесь, на мой взгляд, есть все основания с оптимизмом смотреть. В будущее уже есть планы, я пока не буду какие-то конкретные, так сказать, факты приводить. Пусть, наверное, наши парламентарии это делают, но есть планы у нас тоже, очень серьезных таких тоже мероприятий на следующей парламентской линии. Вообще, должен сказать, что Россия очень внимательна, очень бережна, очень заинтересована относится к тому, что происходит в Армении, как армянский народ решает все проблемы, которые стоят перед страной, и желаем об этом народу армении успеха. Мы всегда готовы подставить свое в плечо. И мы желаем армянскому народу успеха в решении состоящих перед ним задач, в запасном мирного развития, внутреннего мира и согласия на основе объединяющих нацию, ценностей и идеалов. Конечно, если говорить о тех процессах, которые в Армении, для нас очень важно, чтобы в полном мере задействовался потенциал тех сил, которые выступают за развитие угробления российско-армянских отношений, российско-армянского сотрудничества. Ну и последнее, что я не могу, конечно, не сказать, то, что грядущий год – год особый для наших стран. Это год 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Действительно, для наших стран, наших народов – это особые события с учетом того, какую роль они сыграли в достижении нашей общей победы над фашизмом, нацизмом. И вот их очень высоко ценим то, что в Армении память о тех событиях, память о том подвиге наших предков, который, в общем-то, подарил жизнь, да не только нам, наверное, и всем миру свято хранится. Очень важно, что свое участие в праздничных мероприятиях 9 мая в Москве подвергал генер-министр Армении. Ну и мы, конечно, рассчитываем на то, что это событие получит соответствующий, так сказать, масштаб. И в самой Армении здесь проходит на очень такой позитивной, патриотичной моменте путешествие «Бессмертного полка», который сейчас затрагивает разные регионы Армении. Думаем, что эта практика будет продолжаться, будут еще другие мероприятия. В целом, я думаю, что то, как мы относимся к этой дате, к этому событию, олицетворяет то, что у наших народов общие духовные нравственные основы, мировоззренческие ориентиры. И это, естественно, очень важная часть фундамента наших отношений. Спасибо за внимание. Я буду говорить о ваших вопросах. И еще раз хочу напомнить, что перед тем, как задать вопрос, представьтесь, пожалуйста, и назовите издание, редакцию СМИ, которое вы представляете. Давайте, наверное, начнем уже по такой складывающейся традиции спутника Армении. Галстян, спутник Армении. У меня два вопроса, господин посол. Первый касается ватильских прав армянских в России. Этот вопрос часто обсуждается, является одним из проблемных. Сучали заявление о том, что до конца года планируется, что вопрос будет решен. Было непонятно в рамках ЕС или в рамках российско-армянских договорной базы. Есть какие-то подвижки в этом вопросе. И еще второй вопрос про российско-армянские отношения в контексте внутриполитической ситуации. Эта тема становится одной из основных во внутриполитической борьбе, наряду с проблемами, с вопросом Карабаха. Как вообще вы к этому относитесь? Потому что после смены власти, если раньше оппозиция обвиняла власти в каких-то, допустим, недочетах в армянно-российских отношениях, то после смены власти ситуация изменилась, власти стали оппозицией и так далее. Но вопрос остался тем же, как вы к этому относитесь? Простите, вопрос какой я не рассматриваю? Как вы относитесь к тому, к спекуляциям по поводу российско-армянских отношений, главное, во внутриполитической борьбе. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова России Скриптрова Стригорий Шина Ты person Происacs о связи от Astronomy Россия Все Естественно, будем информировать. Что касается соотношения внутренней политики и российско-армянских отношений, к любым спекуляциям я отношусь негативно. Должен сказать, что я уже об этом не раз говорил, что Российская Федерация относится очень берегно к тому, что происходит в Республике Армения, тем внутренним процессам, которые здесь имеют место. И для нас здесь очень важно, чтобы ситуация в Армении была мирной, стабильной, чтобы достигался максимально возможный консенсус политических и общественных сил. Ну и ключевой момент для нас, конечно, это сохранение, укрепление, развитие наших союзнических отношений. Вот это, наверное, главный критерий, к которому мы оцениваем все, что происходит в Республике Армения. Ну а то, что вы говорите, вот использовать, так сказать, тему по внутренней политической борьбе, ну и что, здесь я не буду ничего комментировать. Я повторяю, что для нас важна не политическая какая-то коммунитура, а именно сохранение, укрепление стержня наших отношений. Это очень важно для наших народов. И мы будем всячески работать над тем, чтобы это происходило. Первый канал, пожалуйста. Артур, общественное телевидение Армении. Господин Базул, у меня следующий вопрос. Полтора года после революции многие бывшие высокопоставленные должностные лица решили уехать в Россию, и впоследствии в их отношениях были заведены уголовные дела. Это и глава службы предпринимательного исполнения таможенной службы, это и многие лица, которые проходят по делу 1 марта, бывший министр обороны Армении и так далее. Почему Россия все-таки не выдает этих лиц Армении? И очень важная вторая часть вопроса. Как вы думаете, как это влияет на армяно-российские отношения? Спасибо. Вы знаете, что касается, так сказать, то, что в Россию уезжают, тот уезжает. По-моему, генеральный прокурор Армении на этот счет сказал в высказке достаточно ясно, уезжают не только в Россию, да, уезжают туда, где, скажем, то, куда считают более для себя целесообразным, благоприятным, в том числе с учетом тех, так сказать, связей, которые сложились. Поэтому я бы не стал, во-первых, здесь выделять Россию. Во-вторых, что касается вопроса выдачи, не выдачи, я думаю, что этот вопрос не стоит политизировать. Все-таки это, прежде всего, правовой вопрос, который должен решаться, решается на уровне соответствующих компетентных органов наших стран. И вот именно в этой плоскости я бы его рассматривал в контексте наших отношений. То есть это не тот вопрос, который должен быть каким-то значимым, раздражительным в наших отношениях. Я против того, чтобы его, скажем так, сознательно политизировать. Прошу, телеканал Армении, если я ошибаюсь. Спасибо, это Давид Сарксан, телеканал Армении. У меня два вопроса, если можно. Во-первых, вы в своей речи обозначили какое-то беспокойство, как я понял, когда говорили, что для России важны ваши интересы, кольные. В Армении вы говорили об экономике. Не могли ли вы обозначить все немного детально, о чем идет речь? И второй вопрос, когда мы получим наши истребители и сколько их? Спасибо. Ну, когда я говорил не то, что, скажем так, о беспокойстве, да, просто совершенно естественно, да, то есть здесь происходят достаточно серьезные изменения, есть планы, причем планы очень такие существенные, масштабные. И, ну, понятно, что для нас мы безразличны, да, то есть как это скажется на наших отношениях. То есть это, что касается каких-то конкретных озабоченностей, ну, я бы не стал сейчас говорить, то есть есть, скажем так, у нас очень много сфер взаимодействия, разумеется, могут возникать среди них вопросы. Это абсолютно нормально. Главное, чтобы эти вопросы решались на основе, скажем так, первое всего, права, и во-вторых, на основе подлинного партнерства. Я думаю, что нам удается это делать, поскольку заинтересованность в сохранении и развитии наших отношений с обеих сторонами лицо. Что касается истребителей, то, вы знаете, я не командующий военно-космическими силами России, поэтому не считаюсь и министра, и не командующего военно-воздушными силами Армении, потому что я не готов здесь говорить о каких-то цифрах и датах. Думаю, что соответствующие, скажем так, соответствующие лица, уполномоченные лица в нужное время дадут ту информацию, которую сочетать нужно для этот счет. Асмик, пожалуйста. Спасибо. Добрый день, господин Копылькин. Асмик, Бакунс, Евразийская информационная лица. Два вопроса у меня. Первый. По поводу биолаборатории. Пример министра Армении насчет неподписания соглашения о недопущении присутствия на территории Армении на территории армянских лабораторий иностранных военных заявил о том, что соглашение не было подписано, поскольку обе стороны не были готовы, были какие-то недоработки. Имеете ли вы какие-то сведения, как протекает процесс, о каких недоработках шла речь? И второй вопрос. Параллельно с интеграционными процессами в ЕАЭС есть информация, что увеличится финансирование со стороны USAID некоторых программ в Армении. И некоторые аналитики уже делают выводы, что это будет угрожающим, опасным противовесом интеграционных процессов в ЕАЭС именно в Армении как члена ЕАЭС. Разделяйте ли вы такое мнение? Спасибо. И хочу использовать свою возможность заранее поздравить вас с наступающим Новым годом, пожелать вам крепкого здоровья и удачи в вашей нелегкой работе. Спасибо. Спасибо вам большое. На эту ночь я бы хотела завершить, но не получится. Ну, что касается меморандума по вопросам биобезопасности, да, действительно, это документ в очень высокой степени готовности, практически, насколько мне известно, все сущностные положения, они согласованы. Просто речь идет о том, что, скажем, есть какие-то технические, скажем так, моменты, которые предлагаются туда внести, какие-то корректировки. И это требует тоже определенного нешведовского согласования как бы с обеих сторон. Но в целом я не вижу каких-то проблем с тем, чтобы этот меморандум был подписан. Что касается финансирования USAID, ну, вы спросите представителей USAID, какие их цели в данном случае. Я, честно говоря, исхожу из того, что государство любое вправе развивать отношения с любыми партнерами в интересах развития собственной страны, решения тех проблем, которые перед ним стоят. Здесь главная, скажем так, политическая воля, да, то есть если армянское руководство ценит отношения с Россией, ценит свое участие в соответствующих интеграционных объединениях, а факты показывают, что так оно и есть, то я думаю, что есть все возможности для того, чтобы, в общем-то, регулировать взаимодействие с третьими партнерами так, чтобы это не наносило ущерба нашим отношениям. Миш, подожди секундочку, давайте армянская служба радио «Свобода». А то мы обычно третий вопрос радио «Свободе» отдаем, а тут как-то, видимо, немного позже созрел. Вот, пожалуйста. Спасибо, радио «Свобода» Артек Хулян. Господин Васоль в России депутат городской думы, как известно, облил краской и памятной доску к Орегине Ниждеб и требовал ее демонтажа. Как вы оттеневаете этот инцидент? И второй вопрос, если можно. В Азербайджан заинтересовалась покупкой истребителей Су-57 и, как передает видимость, зеленый свет – начал переговорного процесса уже дан. Как вы отреагировали на этом стратегический союзник Армении и продолжает вооружать противника Армении? Ну, что касается инцидента с памятной доской, то я здесь не хочу вдаваться в комментарии, просто хочу сказать, что моя позиция. Я считаю, что все должно делаться в правовой плоскости и за правовые рамки не выходить. Если моя позиция вам понятна, то я очень рад. Ну, а что касается сообщений СМИ в отношении истребителей и прочего, мне трудно комментировать сообщения СМИ, простите. Армлинг, пожалуйста. Здравствуйте, Роберт Манескигян, Армлинг. У меня такой вопрос. Недавно группа армянских молодых людей облили краской памятник Грибоедова. Ваши отношения приблизительно представляют к этому инциденту. Это нормально. А какие противодействия посольство может предпринять, чтобы подобные ситуации не повторялись просто? Ну, вы знаете, посольство не является правоохранительным органом. Но для нас принципиальным моментом, это мы отразили в своем заявлении, было единодушное осуждение этого поступка и обществом, и руководством Республики Армения. Как мы знаем, очень быстро были оперативно предприняты меры для репутации последствий вот этого. В общем-то, мы взгляжем не очень умного и красивого акта. Поэтому, я думаю, что здесь главный залог, здесь, скажем так, страховочная сетка, да, что называется, это отношения между нашими странами и между нашими народами. То есть, если мы ценим друг друга, а мы ценим друг друга, значит, мы всегда хотим быть и для того, чтобы такие инциденты, наши отношения. Работа у вас есть? Вопросы? Пожалуйста. Спасибо. Газета о работе Репсиме Джебеджев. Бывшие армянские чиновники, которые разыскиваются связи с делом 1 марта и другими уголовными делами, скрываются в России. Это, например, такие чиновники, как Михаил Аручиньян, Микрам Павлоусян, Геворг Косланьян и другие. Несмотря на то, что некоторые из них являются гражданами России, например, Михаил Аручиньян, вы знаете, в Армении существует мнение, что, не передавая их властям в Армении, вы препятствуете раскрытию дела 1 марта и защищаете Роберта Курчарьяна. По какой причине вы предпочитаете приютить и поддержать их, а не сотрудничать с правительством Армении? Спасибо. По-моему, я уже высказал на этот счет свою позицию, что для меня это вопрос не политический, а правовой. И именно таким образом надо, есть соответствующие юридические инструменты, конвенции, нормы законодательства обеих стран, да, и есть специалисты, генпрокуратура в наших странах, которые этим занимаются и профессионально на этот счет контактируют друг с другом. Давайте им дадим возможность это делать. Защищаете ли вы Роберта Курчарьяна? Я не адвокат. Вы встретили с родственниками Роберта Курчарьяна, да? Что вы говорили с ним? Я не встречался с родственниками Роберта Курчарьяна. Хорошо, спасибо. Лично я. Да, пожалуйста. Это была не моя встреча. Ара. Здравствуйте. Зара Гевакян, газета «Голос Армении». На днях в Ереване состоялась конференция на тему армяно-российские отношения в 2019 году «Новое окно возможностей». И в ходе этой конференции директор института ЕАЭС Владимир Лепехин сказал, что у них в активе есть инновационные разработки, касающиеся модернизации экономики Армении, создания совместных предприятий, которые они бы хотели предложить руководству Армении. В курсе ли вы, что это конкретно за разработки в контексте именно модернизации экономики, создания конкретных совместных предприятий, в какой области? Спасибо. Есть ли еще какие-нибудь вопросы? Армлинг еще раз, да? Пожалуйста. Здравствуйте, мужик Махитарян, Армлинг. У меня два вопроса, господин Копыркин. Я бы хотела уточнить, оправдались ли все ожидания армяно-российского сотрудничества в течение уходящего года, и учитывая тот факт, что скоро Новый год, хотелось бы спросить, ожидается ли большой поток российских туристов на новогодние праздники в Армении? Спасибо. Ну, что касается, оправдаясь ли все ожидания, я, по-моему, дал бы свою отсылку к тому, что действительно это был год позитивного развития российско-армянских отношений, в ключевых сферах. В этом отношении, я думаю, что оценка, она безусловно положительная. Но, что касается туристов, то я надеюсь, что так. Во всяком случае, те тенденции, которые мы наблюдаем в последнее время, говорят о том, что вполне можем этого ожидать. Во всяком случае, я лично буду этому всячески способствовать, в том числе и приглашая своих друзей сюда. Вы тоже здесь будете, я так понимаю, в Новый год? В Новый год я в этот раз вновь не здесь. Но будете приглашать своих друзей здесь? Ну, не на Новый год. В Новый год это был протяженный, а вот в следующем году однозначно, да, я думаю, что будут приезжать. Даже те, кто уже в этом году приехали, они уезжали с чувством, не с чувством восставания, а с надеждой нам уже встретились. Нам очень понравилось, и уверен, что не будут приезжать сюда и не раз. Хорошо, спасибо. Ну и в Ковчег, пожалуйста. Спасибо, Наталья Оганова. У меня такой вопрос. Недавно прошла кулинарная неделя в российском, в Армении. И в продолжении темы о туризме я хочу вам задать вопрос. Помогут ли обмены кулинарными изысками в туристической сфере? Это мой первый вопрос. И второй вопрос. Я знаю, что вы очень часто бываете на театральных премьерах русского театра. Что бы вы могли сказать о развитии театрального искусства в Армении? Спасибо. Ну, что касается вопросов кулинарии в наших отношениях. Ну, во-первых, хочу отметить, что мы очень рады, что в Армении прошла неделя русско-российской кулинарии. Это первое такого рода мероприятие. И с учетом того, что кухня является очень важной частью национальной культуры, традиций Армении, Российской Федерации, безусловно такого рода мероприятия, обмены. Это очень такой хороший элемент, выполняющий всю политику наших отношений. Я надеюсь, что в день этой недели, а в ее рамках сюда приехали очень видные кулинары, люди, которые руководят отраслью в России, что вот эта неделя даст импульс к тому, чтобы наши связи в этой сфере, они тоже развивались. И безусловно, я думаю, что это будет способствовать дальнейшему повышению привлекательности Армении как туристического направления. Здесь нет, кстати говоря, ресторана русской кухни. Я думаю, что, может быть, проведение этой недели даст импульс и подвижка в этом вопросе, во всяком случае, заинтересованность у наших российских коллег в этом отношении и с нами успеха. Да, ну, что касается, вы знаете, я с удовольствием хожу здесь и в русский драматический театр имени Станиславского, и в оперный театр, и в ряд других театров. Должен сказать, что чаще, чем это делаем в Москве, и этому очень рад. Я, конечно, не хочу брать на себя сменность, давать оценку уровня театрального искусства в Армении, по сути, не являюсь профессионалом, критиком, но мне, моей семье это очень нравится. Сейчас, Иравуна, пожалуйста. Газета Ильявук, Зару и Бабуханян. У меня вопрос. В свое величие Вы обозначили основные направления развития армяно-российских отношений. В уходящем году, на Ваш взгляд, что стало самым главным достижением, а что самой сложной задачей в армяно-российских отношениях? Спасибо. Вопрос. Вопрос на диссертацию. Ну, достижением, по-моему, я вот об этом и говорил, потому что, действительно, наши страны продемонстрировали волю, готовность, желание к тому, чтобы сохранять, крепить наши союзнические отношения. Это очень важно. Сдержание наших отношений сохраняется, работать над тем, чтобы это было, разумеется, адаптируя наши отношения и наши отношения к требованиям у меняющегося мира. Что касается тех задач, которые перед нами стоят, ну, наверное, вот эта глобальная задача, она перед нами продолжает расписываться. Это всегда, в общем-то, тоже, чем надо работать. Пожалуйста, только представить себя. Спасибо. Спасибо. Вы знаете, я просто не готов комментировать, то есть дать бы право абсолютно, что идут переговоры на уровне соответствующих, так сказать, профильных структур. То есть, естественно, переговоры, они очень деликатные, и, в общем-то, идет с обсуждением, поиск взаимоприемных вариантов. Насколько мне известно, это продвигается достаточно успешно, но по деталям я говорить не готов. Давайте подождем, когда будет эти сами объявлены. А если вы остальные старые пары, то есть, пошли ли на фарктуру наше решение? Может быть. Ну, учитывая, что у нас 12-летний ребенок, да, то здесь, конечно, еще и этот фактор надо учитывать. Не исключает такого, я.